Чтобы помочь абитуриентам, учащимся 9-11 классов, найти свое высшее учебное заведение, профессию «Город для будущего в Украине», Александр и Лера Педан запустили новый YouTube-проект «Универчек». По рекомендациям своих подписчиков, они выбрали 10 университетов и отправились на их масштабную инспекцию. Единственным среди вузов Одесской области, который посетила звездная семья, стал Национальный университет Одесской юридической академии. Как прошла экскурсия стенами вуза, подробнее в нашем материале. «Универчек» известный телеведущий и шоумен Александр Педан вместе со своей дочерью 11-классницей Валерией решили объездить 10 городов Украины и проинспектировать 10 университетов, чтобы подробнее узнать о том или ином вузе, разнообразии и особенностях городов, а также возможностях отдыха для студентов. Александр и Лера Педан в рамках социального ютуб-проекта «Универчек» объездили уже 4 вуза и на экваторе проекта посетили Национальный университет Одесская юридическая академия. Весь день съемочная группа провела в стенах юрокадемии и ее структурных подразделениях. Экскурсия для проводника всех абитуриентов Леры и ее звездного папы началась с сердца всей юридической науки – с зала судебных заседаний. С помощью инновационных подходов студенты постигают основы юридической профессии. Они изучают тонкости процессуального законодательства в условиях, максимально приближенных к реальному судебному процессу. Лера попробовала себя в роли судьи, а Александр стал подсудимым. Обвинение – не свозил семью на отдых в Одессу. Следующая локация – храм знаний. Крупнейшая в Украине современная научная библиотека, которая насчитывает более миллиона описаний не только на русском и украинском языках, но и на английском, немецком, французском, испанском и итальянском. Более того, создан электронный каталог автоматизированной системы «ЮниЛИП». Получен доступ к авторитетной наукометрической базе данных «Web of Science». Библиотека Одесской юридической академии – единственная в стране, куда регулярно поступают все решения Европейского суда по правам человека на английском языке. Дуже затишно. Мені подобається, що чисто видно, що це університет, не перероблена якась там історія. Це просто настільки зручна будівля. Переходи, не треба йти там по вулиці. Територія окрема. Я хочу дуже подивитися на спортивні можливості університету. Мені це цікаво. Зараз ми знаходимося в бібліотеці. Я скажу, що це одна з найкращих бібліотек, яку я бачив при університетах. Дуже круто. Є трошки студентів, і це класно. Зараз такі часи ще не вистачає студентів. Всі вмотивовані. Александр, який в проєкте собирає інформацію для родителей абитуриєнтов, акцентировав внимание на дальнішем трудоустройстві студентів. Ведь це один із главних показателів успішності вуза. По словам шоумена, він впечатлён, що студенти з перших курсів имеють можливість офіціально проходити практику, що дає їм можливість в будущем найти достойну, высокооплачиваємую роботу. Прямо по курсу – шахматний зал. К слову, гости тоже сыграли партию. І хоч Лера і играла белими фигурами, одолеть папу не змогла. 1-0 в пользу Александра. После игры сем'я отправилась в зал засіданий учёного совета. Місто, де проходять защиту кандидатських і докторських диссертаций, всеукраїнські і міждународні конференції, а також читають лекції «Лучшие іностранні і отечественні професора». Я реально в шоці від, ну, оце дуже круте приміщення. Я не знаю, рівень Верховної Ради України або якихось президентських залів – круто. Я думаю, що тут зустрічати іноземних гостів, взагалі всіх, ну, прям, тако, дуже круто. Ну, мені подобається. Тут саме те місце, куди можна запросити іноземних якихось відвідувачів, гостів. Ну, взагалі, чим здивувати. Ні, клас, я в шоці. Я тут все відчув якимось, не знаю, суддіючим, якимось головуючим, Верховним. Ну, звати мене просто Верховний Педон. Президент Одесской юридической академії рассказал известному телеведущему о непрерывной системе образования, которая за более чем 20 лет зарекомендовала себя с положительной стороны. І стартує ця система ещё со школьной скам'ї. Именно поэтому Сергей Кивалов пригласил звёздного гостя в Международну академическую школу Одеса, которая распахнула свои двери в прошлом году. Образовательный объект, не имеющий аналога в Украине и Европе, где предусмотрено всё для интеллектуального, физического, творческого и духовного развития детей. В школе будущего, как её называют одесситы, каждый класс оборудован интерактивными дисплеями, современной системой безопасности с индивидуальными картами для входа в школу и более чем 260 камерами видеонаблюдения. Также в школе есть два бассейна, олимпийского образца на шесть дорожек и малый бассейн для детей младших классов. Крытый спортивный комплекс, летний спорткомплекс, школьное кафе, киноконцерт-холл и два храма. Я скажу так, что это действительно школа будущего, не просто так называется, это реально школа будущего. Бог нам всем такого будущего, чтобы все школы были такими. Ну, честно, так, по-хорошему, мурашки по шкаре, потому что я бы хотел, чтобы мои дети научились в такой школе, например, потому что это реально круто. Это и система безопасности, и спортивная база, и бассейны, и так далее. Это прям high-level. Как правило, уже после девятого класса школьники поступают в колледж юрокадемии. И спустя три года они становятся студентами сразу третьего курса Национального университета Одесская юридическая академия, выбирая при этом любой факультет. После получения степени бакалавра и магистра многие выпускники поступают в аспирантуру, защищают кандидатские и докторские диссертации. Таким образом, в стенах вуза у каждого студента есть возможность построить успешную карьеру. Не, ну круто, что у вас и школа, и колледж, и свои суда, то есть прямо с самого начала детей будут готовить. Колледж после девятого класса, они сдают диктант на украинском и сдают основы права. Они знали, а на втором курсе сдают ЗНО. Сто процентов все сдают ЗНО. Да? Да, они готовятся уже, но на втором курсе они все равно знают ЗНО. И они потом становятся сразу студентами третьего курса. Это мы, наша система в Одессе, которую мы предложили. После интервью с президентом университета Александр Педанов вместе с дочкой отправились в студенческое кафе «Лекс», чтобы продегустировать то, что едят студенты каждый день. Вкусная еда, качество продуктов, доступные цены всегда отличали сеть студенческих кафе Одесской юридической академии. Сытые и с новыми силами, гости отправились изучать спортивную инфраструктуру и боксерский клуб «Академия бокса», который был открыт на базе университета полгода назад. Тренировку с Лерой Педан провел многократный призер чемпионата мира, двукратный чемпион Украины, Европы и мира по тайскому боксу Олег Гута. В клубе созданы все условия для индивидуальных и групповых тренировок классическим тайским боксом, грепплингом, ММА, а также действует Центр боевых искусств, где спортсмены овладевают мастерством самбо, дзюдо и карате. Отметим, что за столь непродолжительное время боксерский клуб «Академия бокса» успел воспитать чемпионов Украины, Европы и мира. Ну и какая же инспекция университета без проверки общежития? Как известно, в Одесскую юридическую академию поступают учиться выпускники школ со всех регионов Украины. Их в университете – более 90%. Ведущие ютуб-проекта зашли в гости к иногородним студентам и узнали о бытовых условиях для молодых людей. Сегодня ВУЗ располагает девятью современными общежитиями, расположенными в непосредственной близости от учебных корпусов. Преимуществом каждого из них является надежная система пожарной безопасности, удобная транспортная развязка, близость к морю, а также хороший ремонт в комнатах. Мы вернулись просто до девочек, не перепитали в комнату, они нас нагодували, по-перше. Другие, мы переконалися в том, что насправді тут проживают з усією України, навчаются, это прикольно. Ну и умовы проживания крутые. Реально, это больше, наверное, не гуртожит, а хостел такий, якісный. Все сделано, ничего такого. Мы не увидели, даже мы узнали от ребят, что не довелось ничего купить, когда заехали, зазвичай. Они только штори повесили собі и тюли, но это уже, знаете, затишок, который сам собі каждый будущее. А так прям супер. Ну, в каждом комнате туалет и душ. Что можно сказать? Не на поверхности, а даже на два поверхи, один туалет и душ на все пять поверхів. Такое бывало тоже. Так что круто. Я прям враженный. Эти умовы для проживания студентов реально классные. Я спілкувался с девчатами, они кажут, мы до дома не хочем ехать, нам тут подобается. И я их реально розумію, потому что это реально такий, ну, готель, это не гуртожит. Тут хочется, ну, можно, есть место для працювати, все есть для комфорта студентов. Отметим также, что Юрокадемия стала первым вузом в Украине, который разработал и внедрил уникальную программу «Зелёный университет». На крышах общежития установлены солнечные коллекторы, благодаря которым в комнатах 24 на 7 есть горячая вода круглый год. Это вообще круто тема. «Зелёный университет» меня вдавало, потому что я еще, я не помню, я никогда не видел, чтобы на буртожитку поставили солнечные панели, и они греют воду, это круто. Единственное, что я переживаю, что с ними в зиму будет, если солнца не будет. Дело в том, что у нас газ, и мы будем топить, горячая вода появится. Это мы в основном делаем, начиная, город отключает воду горячую в апреле месяце, и тогда воды нет. А студенты приезжают, и им говорят, нужна горячая вода. Мы взяли на каждое общежитие, на все 9, поставили солнечные коллекторы. Посмотрев студенческое общежитие, Александр и Лера Педан вернулись в стены университета. Гордость Юрокадемии – музей редких изданий. Здесь собраны более 15 тысяч исторических памяток, документов системы юридического образования, библиотеки коллекции выдающихся ученых-правоведов, начиная с 17 века до настоящего времени. Рядом расположен уникальный музей оружия, а также пневматический и боевой тир. Съемочная группа «Универчек» была впечатлена увиденным и не упустила возможность проявить свое мастерство в стрельбе, применив несколько видов оружия. Долго держим. Долго, да? Три, пять секунд ты выстрел, да? У меня все. Все, разряжай. Еще один эксклюзив от Одесской юрокадемии. Студенты обучаются работе с детекторами лжи, среди которых американский пятиканальный полиграф новейшей модели известной фирмы «Окситон», который широко используется Министерством обороны США. Столичных гостей заинтересовала возможность проверить друг друга на честность в Центре тестирования на полиграфе. После испытания Лера с Александром отправились изучать самое молодое структурное подразделение ВУЗа – факультет кибербезопасности и информационных технологий. Там ведущим рассказали об авторских разработках студентов и преподавателей ВУЗа, IT-проектах, а также показали работу Центра кибербезопасности, лаборатории робототехники и специализированной лаборатории ведущей международной IT-компании «Кипсолид». Это стало завершающим этапом знакомства команды «Универчек» с Одесской юридической академией. Лера готова подводить экспресс-итоги насыщенного дня. Я до этого ни разу не была в юридическом университете, и для меня это такая новая сфера. Мне понравилась атмосфера. На жаль, не было много студентов, я не могу сказать полное вражение про это, но с точки зрения атмосферы и помещений мне все понравилось. Выпуск с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» появится на платформе YouTube весной 2022 года. А впереди у семьи, находящейся в активном образовательном поиске, еще пять городов и университетов. В чью пользу сделает выбор Лера, узнаем через полгода.